Разобраться, где правда, а где ложь, не имея жизненного опыта, достаточно сложно отмечают участники конференции. Поэтому помочь молодежи, находящейся в группе риска, не стать объектом вербовщиков – это задача не только родителей. Бороться с важной и актуальной на сегодняшний день проблемой должны все ведомства. В прошлом году в России было зарегистрировано 1300 преступлений экстремистской направленности. Приверженность к крайним взглядам замечена и в Сочи. Только лишь в 2015-2016 году на территории центрального района города Сочи зарегистрировано 5 преступлений экстремистской направленности. Особенно печально в том, что в отдельных этих преступлениях были задействованы молодежь, а именно студенты образовательных учреждений. Я всех предостерегаю о том, что будьте внимательны, несмотря на то, что как бы это пафосно ни звучало, действительно лица, которые намерены раскачать нашу государственную целостность, лица, которые пытаются вовлечь в преступную деятельность молодежи, они рядом. Пресекаются проявления экстремизма и в интернете. Прокуратурой города заблокировано 30 веб-сайтов, а по 12 исковым заявлениям суд привлек к дисциплинарной ответственности 50 должностных лиц. Молодежный экстремизм отличается от взрослого стихийностью, подчеркивают специалисты. Эмоциональные девушки и юноши восприимчивы к провокациям. Разъяснять, показывать, а порой и доказывать истинное положение дел студентам, в том числе и обязанность наставников, уверены в Сочинском госуниверситете. Тема борьбы с терроризмом, с экстремизмом, безусловно, вообще становится, наверное, сейчас на первый план воспитательной политики. Я уверена, что будет очень конструктивный диалог, и для ребят это будет важный момент с точки зрения понимания того, что происходит в обществе, и недопущения каких-то ненужных настроений. Нам надо работать на позитив, на продвижение развития нашего города. Надо, чтобы молодежь правильно думала и правильно действовала. Главный метод борьбы с проявлением экстремизма – это профилактика. В этом убеждены как власти города, так и правоохранители с представителями религиозных организаций. Свои идеи борьбы есть и у самих потенциальных жертв экстремистской пропаганды. Ребята предлагают формировать антиэкстремистское сознание в социальных сетях, там, где молодежь проводит большую часть времени. Пропагандировать спортивную, творческую, волонтерскую жизнь сегодня нужно не в аудиториях, а в интернете, уверены сами студенты. Потому что это не просто разговоры, это действия. И это действия, которые при этом могут еще и принести какие-то плоды. Творческие, спортивные, волонтерские, полезные, социально полезные. Как на нас действуют экстремистские движения, то есть как они пытаются вовлечь молодежь, так и мы пытаемся вовлечь молодежь, но в полезное русло. Научно-практические конференции на тему профилактики экстремизма в молодежной среде пройдут во всех образовательных учреждениях города. График мероприятий уже составлен. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.